Привет! Вы просили показать, как же на фрилансил сайт по телекоммуникациям и системам безопасности. И вот, пожалуйста, новый выпуск рубрики «Как я это делаю на фрилансил», так что поддержите и погнали! Ко мне обратился заказчик вот с этим сайтом. Хочет сделать для него редизайн, освежить и осовременить. Но что он хочет увидеть, пока не представляет. Конкретного ТЗ у него нет и говорит «Сделай на своё усмотрение». Но есть проблема. У проектов без ТЗ в конце часто звучит фраза «Это фиаско, братан! 50 на 50! Или понравится ли не зайдёт! 50% очень мало, чтобы брать проект в работу и тратить своё время, пуляя пальцем в небо». Да, заказчик тоже тратит время, но ведь в случае чего ты ему возвращаешь предоплату и как бы ничего страшного. И в этом заключается вейвхак. Я иду на компромисс. Если заказчик не уверен, как всё это в итоге должно выглядеть, но просто хочет со мной поработать, я ему предлагаю сделать на своё усмотрение, но если не зайдёт, предоплату оставляю себе. И объясняю заказчику, что я же замотивирован, я хочу выполнить весь объём работы, и внутренние, и адаптивы, а не стать вот с этой главной страничкой небольшой предоплатой, из-за которой он потом будет грустить и рассказывать всем, что вкус у меня не очень, и в мою сторону лучше не смотреть. Нет, я хочу сделать всё, и чтобы он остался доволен, и других рекомендовал, и сам ко мне вернулся, и отзыв мне влепил. И греет душу, конечно же, оплата за весь объём работы, а не большая предоплата. Мотивация, чёрт возьми. Попробуйте офигенный вейфхак, предлагайте такой компромисс с заказчиком, которые не знают, чего хотят, потому что начнёте отправлять к кому-то за прототипами, куда-то за текстами, совсем не факт, что они потом к вам вернутся. Совсем не факт. Первым делом всё как обычно, создаю новый файл, нажимаю F и куда-нибудь пуляю этот квадрат, а потом бегу в координаты и навожу там красоту 00, 1920, и где-нибудь 1005 по высоте должно хватить для начала. Переименовываю эту страницу в main. Кстати, напишите в комментариях, вы знаете про новый способ, когда можно не выделять страницу, а вот сюда вот прицелиться и прямо здесь напечатать. Мне такой способ как-то не очень заходит, потому что надо целиться вот в эту маленькую текстовку. А так выбрал просто всю страницу, нажал Ctrl-R и сразу печатаешь, даже не надо водить курсор, никуда прицеливаться. Тем более, всё равно эта новая фича работает только с внешним фреймом, а если у нас внутри где-то лежат фреймы, название же не видно, прицеливаться некуда, значит всё равно будем нажимать наше любимое Ctrl-R. Дальше рядом с макетом ставлю прототип, но так как в данном случае вместо прототипа текущий сайт, то я его заскринил кусками, собрал аккуратно, и вот он рядом, красавец такой стоит. Рядом сверху ставлю ссылку на текущий сайт заказчика. Всегда так делаю, если есть какие-то другие ссылки, их тоже собираю. Вот, например, вообще три разных ссылки на всякие фотографии, на всякие материалы для этого проекта, чтобы мне потом не лазить по перепискам, по папкам где-то там на компе. У меня прямо в макете всё это дело лежит, надо что-то найти, открыл макет и там точно всё будет. А дальше рядом из переписки вытягиваю всё остальное, что, конечно же, мне понадобится. Во-первых, логотипы, которые заказчик любезно предоставил, классно, что есть в векторе. А во-вторых, ещё была ссылка по беспроводным сигнализациям Аякса. Вот, всё это дело пусть тут и лежит. Сайт будем делать тёмный. Во-первых, на моё усмотрение хочется кого-то тёмненького. Во-вторых, не сказать бы, что вот этот особо светлый. В-третьих, среди конкурентов будет выделяться. А в-четвёртых, тема отлично подходит. Система безопасности, это же когда темно и дома никого нет, а кто-то где-то там кропошится. По-моему, отлично подойдёт тёмный сайт. Но фон будем делать не просто чёрный, а какой-нибудь с примесью. Что-нибудь в синий уведём где-нибудь вот здесь, например. Во, в самый раз. Всё это дело сразу через печеньку пуляем и обзываем БГ. Бэкграунд. Пока не очень понятно, какая будет сетка, поэтому включу пока хоть какую-нибудь, чтобы хоть как-то расставлять контент. Идём за логотипом и берём, конечно же, русскую версию, так как у нас тексты будут на русском, то и логотип хочется русскоговорящий. И сразу наведём порядок в логотипе, вернее в его слоях, пыльну повыше, чтобы вы видели, здесь всё разлетелось на миллион осколков. Всё, что одного цвета, выделяем и нажимаем Ctrl-E. У нас будет один слой, который мы перекрасим, за которым будем ухаживать. Он будет стоять рядом с другим слоём в одном контейнере. Всё, чем меньше слоёв, тем удобнее работает, тем меньше лагает фигма. Это ж самое главное, чтобы фигма не лагала, а это у них там фотошоп пускай педалит, а у нас тут без лагов, пожалуйста. Синий цвет какой-то тусклый и протухший, поэтому мы его сделаем сочным и нарядным. Уведём сюда немного, чуть-чуть синевы добавим где-нибудь вот здесь. Во, в самый раз, классный и сочный цвет. В этот синий цвет мы будем наряжать все будущие синие элементы, поэтому нужно завести стиль. Заходим в печеньку, нажимаем плюсик и обзываем всё это дело Blue. А серый и невзрачный перекрашиваем в белый цвет, он сильно презентабельнее и круче, и сразу через печеньку добавляем новый белый стиль. С логотипом разобрались, погнали за контентом. Заходим на сайт, копируем текст, он в режиме блондинки, поэтому воспользуемся соседом типографа, вставим текст, переведём его, первое заглавное, забираем всё и вставляем в макет. И сразу же можно прикинуть, каким шрифтом будем писать заголовки, так как у нас логотип круглый и буквы более-менее округлый, хочется и шрифт с этим логотипом подружить. Ставлю курсор и вперёд ищу что-нибудь круглое, закруглённое, но, возможно, не такое детское. Например, шрифт, который называется EHO2. Закруглённый, не особо детский, с логотипом пересекается, в принципе, да, пока оставим, потом посмотрим, может что-нибудь другое выберем. И таким же образом нужно с сайта скоммуниздить весь контент. Выделяем текст, если режим блондинки выключен, значит, можно сразу в макет вставлять. Для заголовков будет один шрифт, а для контента хочется какой-нибудь другой, например, Railway, мне нравится, Railway. И поменьше, где-нибудь 32-м, наверное, не жирным, и сделаю сразу не в строку, а в столбик, из больших букв. Во, в самый раз. Автолаяут вертикально я не делаю, потому что у текстового слоя, который стоит столбиком, есть те же настройки, мы можем раздвигать всё это дело и строки, и абзацы. Автолаяут из трёх слов это сразу четыре слоя, три слова и контейнер, внутри которого всё это дело будет лежать. Но зачем, если можно сделать один слой, и не мучает тебя, ведь настройки есть точно такие, как у автолаяута. Взяли, сделали больше или поменьше, всё то же самое. У нас тут просто набор ссылок, тут нет какого-нибудь заголовка и контента, которые будут друг друга себя в адаптивах толкать. Нет, тут просто набор одинаковых слов. Зачем тут автолаяут? Это же как в играх Габара, вовремя сказать нет, и всё будет хорошо. Ну и всё, давайте прикидывать, что будем делать с первым экраном. Там у них на сайте есть какое-то изображение, которое пришлось испортить, чтобы поднять читабельность текста. В итоге всё какое-то затемнённое, ничего не понятно, что там происходит, клешня какая-то куда-то крадётся. Всё супер очень, не очень. Поэтому давайте поставим просто изображение. Рядом с заголовком будет заголовок, который никого не будет трогать, а рядом сочная классная картинка. Поэтому где-нибудь вот здесь будет классная и интересная картинка. Может она будет как-то уходить вот сюда. Тут не помещается текст, сделаем поменьше, какой-нибудь 80, чтобы делилось на 4, чтобы всё было по фэншую. Прикинем, например, вот так. Прикинем пока, что вот это вот будет первый экран. Обзываю один хэт. Я пока просто накидываю, чтобы у меня был какой-то контент, с которым я потом, когда сюда возвращаюсь, уже заниматься дизайном, буду заниматься дизайном. А пока мне надо просто воспроизвести все тексты, прямоугольники, кнопки, прикинуть где что. Давайте смотреть, что у них там дальше. Здесь какой-то блок преимуществ, но на самом деле это совершенно не плюшки. Это ссылки на внутренние страницы с каждой отдельной услугой. Но ведь это надо пройти курс айтишника, чтобы догадаться, что это всё можно нажать. Да, тут курсор меняется на курсор палец, и вроде как это уже ссылка. Но ссылка не перекрашивается, никакая тень не появляется, нигде ничего как-то на курсор не реагирует. Это супер неочевидно. Да и просто по внешнему виду кажется, что это просто преимущество. А наше преимущество мы можем смонтировать систему видеонаблюдения и так далее. В общем, это всё супер как-то мне не очень нравится, поэтому я бы сделал вообще отдельный блок для этих услуг. С большими сочными фотографиями, с большими заголовками, с кнопкой перейти, почитать подробнее, чтобы было понятно. Это услуги, есть отдельные внутренние страницы. Иди читай. Потому что сейчас это просто какие-то плюшки, которые совершенно не плюшки. Поэтому я пока просто переношу текстовый контент, чтобы потом было с чем работать. Все плюшки одним списком скопировал, вставил, обозвал этот блок сразу не плюшки, а услуги. И пыльнул под первый. Первый, второй, всё по порядку. Там какая-то текстовка, немного нас, метод заголовок вообще не нравится. Лучше сразу вот это вот написать заголовком. Почему немного? Стесняетесь или что? Немного. Это хорошо или плохо, что немного? Типа мы экономим время, или мы просто не знаем, что о нас сказать? Ужасный заголовок. Лучше сразу, наша цель такая-то. Всё, пошли копировать. Берём заголовок, копируем. У нас там уже был какой-то заголовок, поэтому его копируем. Там уже какой-то шрифт был. Сюда всё это дело вставляем, уменьшаем, чтобы помещалось. Пока будет вот так. Сразу выкидываем, будем сооружать новый блок. Тоже беру и копирую. Сразу скопировал все тексты, чтобы здесь уже фигме с ними разбираться. Вот это будет первый блок. Вот этот список забираем. Вот этот блок сворачиваем. Что-то он разлетелся. Наверное, куда-нибудь сюда поставим. Наверное, поменьше сделаем. Всё-таки это описание текстовое. Наверное, вот так пока накидаем. Потом со всем этим будем разбираться. Вот это нажмём, чтобы лишние пробелы сразу поубирать. А вот это будет список. Список тоже сделаем такого же размера. Такого же. Размера. Ставим снизу. Нажимаем вот сюда, чтобы всё починить. Убираем лишние пробелы. Рамку делаем поменьше. Вот это. Вот это. Это третий блок. А нас. About. Потом я этот блок копирую, потому что следующий точно такой же заголовок. Тексты, список и вставляю сюда контент. Чтобы у вас времени отнимать, я вот эту всю рутинную работу просто буду на монтажике выпиливать. Всё для вас. Так, это у нас будет 4 текста. Дальше идёт блок «Наше преимущество», поэтому так и пишу «Наше преимущество». Ставлю по центру, выравниваю пока по центру. Там дальше видно будет тут карточки, которые повторяются. Значит, чего делаем? Правильно. Компоненты. Копирую текстовки сразу все. Ну, в смысле, и по парам, а не все сразу. Копирую. Уменьшаем всё это дело, наверное, где-нибудь 20. Надо будет строки сразу починить, чтобы не было никаких разрывов. Никогда не ломайте строки. Значит, сверху будет подзаголовок, снизу будет какой-то контент, который такого же стиля, как там. Если уже был какой-то стиль, мы его просто копируем. Потом, возможно, мы всё это дело подтюнем, но пока вставляем вот так. Что-то мелковато как-то получилось. А, так надо не это мелковато, а вот это сделать, например, 17. Там, возможно, сверху тоже потом сделаем 17. Пока вот так. Сразу это дело оборачиваем в компонент. Всё, что больше двух раз повторяется, конечно, делаем через компонент. Нажимаем Shift-A, чтобы включить автолойяут. И сразу его настраиваем для будущего адаптива, чтобы филилась на всю ширину. И все строки выравниваем по левому краю. Всё, мы настроили автолойяут, который будет прекрасно адаптивиться. Всё, что нам нужно, это просто расклонировать его 6 раз. В данный момент я даже пока ничего не выравниваю ни по сетке, ни по каким направляющим. Я просто ставлю контент, чтобы потом с ним работать. И теперь нужно сюда наполнить новый контент. Жаль, нельзя во время работы щелкнуть пальцами, чтобы сразу всё смонтировалось как надо. Жалко. Нельзя. Значит, вот это. Это список, значит, это лист. А всё вместе с заголовком. Это будет уже пятый блок, который называется у меня плюсы. Пятый ставим под четвёртый, четвёртый с пятым под третий. И всё это дело отправляем ещё ниже. А в логотип где-то в самом верху, там у нас будет хедер. Хедер. Вот так. И как вы можете видеть, я сразу же избавилась от иконок. Никакие кружки и квадратики я под них не заводил, места не бронировал. Так как мы делаем на моё усмотрение, то хозяин-барин. Хочу сделать дизайн вообще без иконок. Если у вас получается провернуть такую историю, можно сказать, пропихнуть такую историю заказчику, сделать дизайн без иконок, он будет смотреться круто, солидно и современно. Во всяком случае, точно не хуже, чем когда вы целую жменью насыпите туда, сюда, сюда, рассыпите по всему дизайну всякие разные иконки. Будет точно не хуже. Просто не все заказчики понимают, что без иконок смотрится круто, солидно и современно. А тут мы делаем на моё усмотрение. Отличный план. Следующий блок у нас форма. Подвинем пониже, чтобы смотреть, что у нас там по контенту. Магия монтажа. Вот и форму привезли. Заголовок, текст, кнопку сразу закомпонентил. Мало ли будут ещё какие-то кнопки в макете, значит, должен быть компонент. И текстовый список. Всё очень просто. Шестая группа, форма. Дальше у нас точно такой блок с плюшками, только он немного с другой информацией. Там цифры какие-то, как мы работаем. Поэтому я что делаю, просто копирую, отправляю вниз, меняю пятёрку на семёрку и пишу степс. Это шаги, как мы работаем. Как мы работаем. И теперь вставляю сюда контент. Немного волшебства монтажа и контент привезли. Сразу переношу все предлоги, которые мне не нравятся, через плагин с болтипограф. И вот это дело куда-нибудь вот сюда пододвигаю. Всё, осталось всего лишь два блока. И обычно я делаю вот так. Когда остаётся два каких-то блока, я просто беру эти скриншоты вот так вот сюда вставляю. Потому что сегодня я здесь уже наработался. Обычно вот тем, что я сейчас провернул, перенёс контент из прототипа в макет, просто воссоздал его. Этим я занимаюсь обычно на второй день. Первый день я просто завожу вот этот файлик и всё, собственно. Я просто трачу пару секунд времени, чтобы создать проект. И потом про него не забыть, чтобы он вот тут вот сверху, вот тут вот сверху. Он у меня висел открытой вкладкой. А во второй день я воспроизвожу вот эти вот все элементы. И так как я во второй день уже вот сейчас отсюда ухожу до завтра, то мне вот этим заниматься как-то уже надоело. Поэтому я лучше потом всё это сделаю уже, наверное, во время дизайна сразу. Поэтому я что делаю? Я просто вот это обзываю 9 футер. А вот это 8 логос. 8 на 9 всё вместе в самый низ. Сворачиваю свои через Alt-L. И, собственно, всё. Я подготовил прототип, с которым уже завтра можно будет заниматься дизайном. Дальше я всё, с чем пока работать не буду, просто отключаю, чтобы оно мне не мешало. И погнали с самого верха. Давайте сооружать хедер. Во-первых, логотип нужно, конечно же, уменьшать. Он какой-то огроменный. Всё это дело мы пока подвинем сюда, возьмём перо и нарисуем линию. Кстати, некоторые рисуют линию через L-Line. И как бы понятно почему. Потому что L-Line линия. Но когда мы рисуем линию через L-Line, у нас она уходит куда-то в сторону. А если мы делаем то же самое через перо, то у нас линия ровно посередине. Если мы будем что-то куда-то масштабировать, всё у нас будет прекрасно в разные стороны разъезжаться. И можно будет и Inside ставить, и Outside. Всё будет прекрасно. Поэтому L-Line я практически не пользуюсь. Или иногда я пользуюсь, не замечая этого. А потом жалею об этом. Линию я нарисовал, и, конечно же, это будет дивайдер. Какой-нибудь вот такой вот серый цвет. Но так как у нас фон около синий, уведём тоже куда-нибудь вот сюда вот в синеву. Это будет такой вот разделитель. Пока такой, потом подтюнем. Сразу заводим дивайдер. Дивайдер с разделителя. Нажимаю Alt, смотрю, 33, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Поставим где-нибудь на 100 пикселей этот отступ. И всё будет прекрасно. Не, какой-то он слишком ядрёный. Что-то я вообще в цвет не попал. Значит, залазим и меняем цвет. Во, совершенно другое дело. Отлично. Там у нас в Order была кнопка. Я её пока скоммунижью. Просто делаю дубликат, а сам мастер забираю, чтобы мастер у меня был где-то вверху. Тогда та нижняя подсосёт свойства от этого мастера. Тут у нас будет обратный звонок. Шрифт, конечно же, не робота, а Railway, который у нас для контента идёт. Вставляю сразу, уменьшаю где-нибудь вот так, наверное. И включаю режим блондинки. И, наверное, всё-таки это будет semi-bolt. Во, класс. И так как у нас логотип закруглённый и круглый, то здесь в кнопке сделаем тоже побольше. Во. И чтобы вот эта вот кнопка, которая будет в хедере, не перебивала кнопку, которая будет в первом экране, самая царская, то мы её сделаем шиворот-навыворот. Через Hotkey Shift-X. И, наверное, толщина будет где-нибудь в 2 пикселя. Сразу привяжем всё это дело к синему. Классному нашему цвету. И, наверное, я бы сделал даже немного поменьше. Какой-нибудь размер вот такой. 50. Чтобы были одинаковые отступы. 25 сверху. 25. И 25 вот здесь. Клёво. И что-то не очень нравится мне. 219. Во, 230. Все сильно круче. Пишем рядом телефон и ставим на таком же отступе, как уши внутри кнопки. Только по правому краю. Вот это всё будет, например, пхон. Телефон. Ставим где-нибудь вот здесь. И ещё будет выбор языка. Пишем RU. И рядом только RU, наверное, орать уже не будем. Сделаем просто первую букву большую. А здесь напишем UA. UA. Всё это дело оборачиваем в автолайяут и ставим какое-нибудь красивое число, например, в 20 пикселей. И нужно какое-то из них сделать потемнее. Во-первых, всё это дело, конечно же, нужно сразу привязать к белому цвету, а то что-то я накосячил. И посмотреть, если мы дивайдером выключим, то видно не будет. Поэтому в дивайдер выключать не будем, просто сделаем непрозрачность поменьше. И тут сразу возникает вопрос, какой из двух этих пунктов должен быть ярким, заметным, русский или украинский. То есть активный пункт. Сейчас у нас страница будет на русском языке, а значит включен русский. И вот тут вот есть два подхода. Одни считают, что нужно делать ярким то, что можно нажать. То есть у нас как бы уже нажат украинский язык. А русский мы можем нажать и включить русский язык на сайте. А есть другой подход, которым пользуюсь я. Я показываю то, что уже активно. Например, звук в плеере. Если он выключен, то он перечеркнут, и мы сразу видим звука нет, он перечеркнут. И наоборот, громкость на максимум, сразу нарисована громкость на максимум. Тихая громкость, значит будет одна полосочка. Все сразу очевидно. С табами то же самое. Если у нас тут будут какие-то другие табы, то активный пункт меню я показываю вот это. Что вот сюда мы, например, наводим, он становится каким-нибудь ярким. То есть это реагирует на курсор. Мы навели и можем нажать. Или вот сюда навели, он тоже как-то загорелся, и мы на него можем нажать. Но активным, ярким, я всегда показываю вкладку, которая горит. Поэтому у меня такой подход. Есть два подхода, у меня вот этот. А у вас какой? Ну-ка, признавайтесь в комментариях. Признавайтесь. И останется сделать меню. Беру черточку, рисую какое-нибудь значение. Например, в 40, в самый раз. Так как у нас у кнопки 2 пикселя, то здесь делаем 2 пикселя. Сразу привязываемся к белому. И, наверное, нарисуем что-нибудь вот такое. Ctrl D, а вот это сделаем поменьше пикселей. Например, на 10. Сразу это все дело сливаю через Ctrl E и пишу меню. Давайте смотреть нормально. Не, меню что-то какое-то слишком тонко. А, я же 2 пикселя не сделал. Во, загорелось. Вот теперь получше, кстати. Да, в самый раз. Все это дело можно теперь сгруппировать. Вот это будет language. Высовываем сюда. Все это дело группируем. И засовываем в header. Это будет header. Так, что у нас там по сетке? Сразу выравниваем по сетке. Вот это мы располагаем здесь. Вот это на каком-нибудь 1, 2, 3, 4, 5, 6, например, отступе. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть проверяем на всякий случай на одинаковом отступе. А в самый раз. Может это вообще по центру поставить? А да. А почему и нет? Потом вот этот шрифт. Он какой-то слишком... Какой-то несерьезный. Буква S. Что-то какая-то как сосиска с магазина сбежавшая. Что-то хочется другое. Я становился на варианте, который называется просто лан. Зацените, насколько он клевее смотрится. Да, он, во-первых, не такой какой-то сосискообразный. Он более-менее строгий. Но при этом не особо-то шаблонный. По-моему, в самый раз. Поэтому отодвигаем все это дело на какое-нибудь тоже интересное значение. Например, в 100 пикселей. Пока нормально. И вот это вот все повыше тоже оставляем на 100 пикселей. Изображение. Размер что-то как-то ни туда, ни сюда. Хочется какое-нибудь красивое число. Обычно я оставляю что-то кратно 50 или 100. И вот сюда интересно было бы, наверное, поставить круглую кнопку. Потому что у нас логотип круглый. Если есть какие-то круги в логотипе, круто было бы их поддержать. Вставляю кнопку. Смотрю сразу по сетке. Это у нас встало по сетке. Это встало. Круто изображение надо тоже подтюнить. А кнопку куда-нибудь, например, вот сюда. Было бы круто, если бы вот эта кнопка ездила всегда вместе с нами. Да, у нас контент уезжает. А кнопка всегда снизу. Это как в мобильных приложениях. Кнопки снизу делают. Вот эти вот кнопки нижние. Их частенько фиксируют. У нас контент куда-то уехал. Вот эти кнопки всегда под рукой. Это же суперудобно. А вот эта самая царская кнопка. Ради нее вообще создается вся эта страница. Чтобы оставили заявку, чтобы связались, оставили свои контакты. Поэтому, да, будет круто, если у нас будет кнопка вот так вот ездить. Туда-сюда. Какой у нее будет размер? 180 на 180 в самый раз. Да, в сетку вроде не попадает. Если мы будем делать по сетке, то это надо будет делать 178. Какое-то некрасивое число. Ставлю 180 на 180. Пусть пока стоит вот здесь. Но так как, возможно, круглую кнопку мы тоже где-нибудь забабахаем потом еще второй раз. То сразу, конечно, оборачивая в компоненты. У нас уже есть стиль текста в кнопке. Чтобы хоть какая-то преемственность у кнопок оставалась. То мы все это сделаем точно таким же текстом. Во, сразу наряднее стало. Надо чуть-чуть отбалансировать, кажется. По большому счету сюда изображение подогнать. И уже будет более-менее готов первый экран. От которого уже можно будет плясать. Но так как на изображение можно зависнуть и на 2 минуты, и на 2 часа. Пока этим заниматься не хочется, будем воспроизводить следующий блок. Дальше по списку идет блок услуг. Но здесь у нас только названия. Не хватает самих описаний. Чтобы было понятно, что это целое направление. Что для каждой из них есть отдельная какая-то внутренняя страница. Иди почитай. Просто названия этого мало. Поэтому идем смотреть, чего у них там вообще. Если мы проваливаемся куда-то внутренне. Что у нас там есть внутри? Ну-ка давай, белорусский интернет, поднажми. А вот есть и текстовки. Значит мы берем название. И с каждой страницы берем первую текстовку на 2-3 строки. И чтобы не отнимать время у вас на вот эту вот рутинную работу. Сходи, скопируй, сходи, сделай компонент, сделай копию, замени текст. 1, 2, 3. Я буду сразу уже показывать вам финальные версии. Ну как, это промежуточно финальные версии. На чем я останавливался и стоял вот так вот раздумывал. А стоит ли идти дальше? Или надо еще что-нибудь поделать? И в этот момент мне приходит на ум офигенная идея. Так как у нас тут телекоммуникации. То можно все эти блоки связать какими-нибудь линиями. Как кабель. Взяли, связали одну комнату с другой комнатой. Проложили какие-то кабеля. Да, конечно, сейчас модно все делать по Wi-Fi. Но все равно, если у нас есть какая-то связь. Это связь, это линия. Пошли и соединили. Поэтому пока далеко не ушли. Давайте все это дело будем соединять. Включаем сетку. Ставим здесь P-Pero. Рисуем линию вот такую вот. И копируем свойства. Кстати, это вот к вопросу о том, а почему круто рисовать линии через линии, а не через прямоугольники. Когда вы рисуете вот такие прямоугольники, попробуй свойства скопировать. Недоразумение. В общем, я всегда делаю линии через линии. Кто-то делает через прямоугольники, и я недоумеваю. А почему через прямоугольники? Верь, через линии супер удобно. Супер. Так вот, это мы отодвигаем тогда вместе с этим. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, по-моему, хватит. Теперь вот это сюда тоже. Оп, поставили. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Или многовато? Не, многовато. Давайте обратно. Один, один, один. Во. Да, так, по-моему, получше. Значит, вот эти вот линии я группирую там, где было меню, обзывая меню. Меню. Потом вот здесь вот ставим так. А вот эта линия нужна или не нужна? Интересно, нужна ли вот эта линия? Наверное, нет. Наверное, уже будет перебор. Поставим вот так вот тоже через пятьдесят. Раз, два. Во. Классно собрали. Уже, уже классно. И с другой стороны сделаем то же самое. Ставим перо, пиндюрим эту линию, копируем свойства, вставляем свойства, поставим вот так вот и по сетке, где она у нас там начинается. И в самый низ пока ко второму блоку куда-нибудь. Вот, кстати, вот на высоту вот этой картинки поставили. Выключили сетку, чтобы не мешало. Отодвинули логотип. Раз, два, три, четыре, пять. Там на пять было, там на пять. Значит, вот это можно пока поставить куда-нибудь линию этого в первый блок. Вот сюда, в первый блок. Что-то плюсов у нас много. А, это вот эта штуковина, да? И удаляем. То, что нам не надо, удаляем. Так, а на пересечения давайте поставим какие-нибудь небольшие круги или квадраты. Это как девайс в углах комнат. Маленькие вот эти вот прямоугольники белые, или камера висит, или датчик какой-нибудь. По-моему, будет офигенно. Так как линий у нас будет, скорее всего, немного, нет смысла их оборачивать в компонент. Потому что компонент это контейнер. То есть, внутри контейнера будет лежать линия, и они там будут друг другу мешать, появятся привязки. Зачем? Если нам нужно будет сделать линию толщи, мы просто выберем, сколько их там нужно будет. Да, придется чуть-чуть покрикать. Но мы же это все, во-первых, привязали к дивайдеру. Если нужно будет поменять цвет, мы просто в дивайдерах цвет поменяем. Ну, а если толщину сделать? По-моему, толщину толщи мы, скорее всего, делать не будем. Ведь в данном случае заказчиком являюсь я. Мы делаем так, как должно понравиться мне. Потому что мы делаем на мое усмотрение. А мне тонкая линия, тонкая такая, незаметная, такой кабелек. Ведь это круто, когда вот эти вот кабели под столом, они тонкие, они вот такие вот. Круто же. Круто, когда тоненькие, незаметные. Тогда стильно смотрится. Поэтому точно толщи делать не будем. А значит и компоненты не нужны. Лишние вот эти вот контейнеры, они будут только мешать на протяжении всей страницы. Будут только мешать. Неоправданная роскошь, поэтому не буду делать компоненты. Именно для линий. А вот для того, что у нас будет на пересечении, какие-нибудь вот такие штуковины. Скорее всего, это все будет дело беленькое. Как-то крупновато, да? Да, крупновато. Чтобы понять, крупновато или нет, конечно, мы это оборачиваем компонентом. Этот компонент мы куда-нибудь выносим вот сюда. Это у нас будет мастер. Делаем копию. Мастер забираем. Ставим вон туда. Чего ты там? Ну-ка давай на верхний план. Вот сюда вываливайся. Это будет какой-нибудь там элемент. Элемент. Вот, значит, вот это мы сразу ставим на пересечение всех линий. По идее, да, везде, где что-то пересекается, мы это все дело поставим. А там, где нам нужно будет привлечь внимание, например, где-нибудь какой-нибудь первый шаг в шагах. У нас же там шаги будут. И первый шаг. Оставьте заявку. Если оставьте заявку, будет вот такое вот пересечение. Можно будет все это дело заанимировать, чтобы оно вот такими вот волнами расходилось. Как бы привлекало внимание, как будто бы сигнализация сработала. По-моему, это будет офигенно. Сработавшая сигнализация в каком-нибудь месте. Так, смотрим. Слишком как-то много на себя они внимания берут. Поэтому, а во-первых, во-вторых, в смысле, а давай попробуем сделать квадратики. Ну-ка, вот это мы удаляем. Вот, кстати, видите, для чего нужны компоненты. Вы там ждете ролик про компоненты? Вот вам живой пример. Квадратики вот такие небольшие. Мне как-то больше нравятся. Они больше надеваются, похоже. Они не такие круглые. У круга есть проблема. Круг очень сильно привлекает внимание. Даже маленький круг, он очень сильно тянет одеяло. А мы этого не хотим. Да, не хотим. Да, несмотря на то, что у нас круг, круг. Вот как раз-таки на контрасте какие-то элементы квадратные. В таких квадратных местах будут квадратные. Мне нравится. Огонь. Ну и все. Давайте настраивать первый экран. Конечно же, мы все это дело отодвигаем вот сюда. Тоже на 50 пикселей. Да, на 50. И здесь, наверное, раз, два, три, четыре. Где-нибудь вот так. Как мне нравится, так и оставляем. Потом вот эту линию надо будет скопировать. Ну, конечно. Блять, тоже поставили. Вот. Да. И тут на пересечении мы вот эту штуковину вставим вот сюда. Тут мы ставим картинку сразу внахлёст. Так надо понять, сверху или снизу над этой линией. Наверное, под линией тогда будет интереснее. Видно будет. А может она мешать будет. Пока непонятно. Потом разберемся. Ставим тоже на раз, два, три, четыре, пять. Тоже такой же отступ. Клоп-альтом всегда проверяем. Кнопку тут оставляем. А нет. У. Классно. Давайте кнопку сюда перенесем. Эту линию еще раз скопируем вот сюда. Здесь, наверное, пока закончим первый экран. И вот в таких местах, наверное, никакие вот эти вот белые штуковины ставить не буду. Потому что они тут будут не пришей кобыле. Не пойми чего. Все равно ничего из этого путного не получится. Вот тут, кстати, не нужна линия. Правильно. Мы как бы вон туда ушли, тексту. Кстати, можно попробовать заанимировать, чтобы мы скроллили, например, тексту уезжал. А может и не надо, чтобы уезжал. По-моему, классно. Первый экран готов. Надо только все это дело теперь сгруппировать. В своях навести порядок. Значит, у нас есть линия, которая в хедере. Что у нас вообще в хедере? В хедере вот у нас все, кроме вот этих штук. Значит, мы вот эти штуки выделяем. Да. И засовываем тоже в хедер. Проверяем. Класс. Все остальное группируем в первом экране. Что-то лишнего в хедер улетело. Значит, хедер в самый верх. Это будет самый верхний, правильно? Самая верхняя штуковина. Вот это будет какой-нибудь, например, h. H. Заголовок. Так как вот это пересечение лежит здесь, значит, тоже кидаем в h. Я вот это вот сейчас погруппирую и покажу, как я вообще все группирую. А потом в следующих блоках я вот эти вот все группировки просто вырежу на монтажике. Но хотя бы что-то одно, чтобы вы видели, как я вообще чего делаю. Вот это у меня h, так как это заголовок. Что-то уехало. А нет, осталось все как надо. Значит, вот это будет txt, например, с картинкой. Это будет info. Так. И линия вот с этим нижней, с этой нижней пипкой. Да, вот эта линия и вот эта линия, это будет просто в первом экране. Потом info. Куда делась info? Info закидываем в первый экран. H выше, чем info. Эта линия здесь. Осталось только вот эту закинуть туда же. Например, вот сюда, над линией. Все, собственно, первый экран готов, хедер готов. Собственно, все готово. Вот это можно повыше поднять, чтобы не мешало. Круто. Осталось только картинку подобрать. И можно будет разбираться со следующим блоком. И тут я начинаю понимать, что хочется мне какую-нибудь другую сетку. 12-колоночная в данный момент. Как-то, ну вот она делит на одинаковые куски. Конечно, можно сделать вот так. А вот это сделать вот так. Но так я делаю всегда. А хочется чего-нибудь другого. Поэтому мы вот эту 12-колоночную поменяем на другую. Так как я закатчик, я командую. Я хочу другую сетку. Гаттер будет 0. Колонок у нас будет 5. Расстояния будут такие, чтобы вот эта вот линия крайняя совпала с направляющей, которую уже оставили. Да, немножко не совпало. Ну, значит, вот эту направляющую просто сдвину в одну сторону. Здесь все то же самое подвину. Вот сюда на пиксель это подвину. И там с другой стороны справа тоже все это дело отодвину. В обратную сторону. Вот это. Сюда. А, тут, значит, надо много чего двигать. Вот это, вот это, вот это, вот это. И вот это все на пиксель. Вот эти пипки тоже на пиксель. Это на пиксель. Ну вот видите, на какие пиксели я заморачиваюсь, а какие не заморачиваюсь. Потом. Сетка стала классная. Ей, ну есть, ничего не видно. Надо сделать как-то понаряднее, позаметнее, правильно? А то что-то вообще ничего не видно. Значит, мы заходим, делаем какой-нибудь красный вот такой сеткой. Сетки еще. И что нам надо? Увеличить непрозрачность. во чтобы эта сетка была как бы направляющие да круто огонь огонь и сразу бросается в глаза что картинку теперь хочется сделать вот так пока картинка пусть будет вот такая да круто круто давайте добьем изображение в первом экране чтобы блок уже был более менее цельным все это как-то уже начинала смотреться в красках так вот здесь лежат всякие разные материалы по беспроводным сигнализациям аякса я там покопался посмотрел что там есть несколько изображений оттуда я вот сюда вот забрал и мне кажется что самое подходящее это либо вот этот вариант но это как знаете какая такая вот оптовая закупка оптовая продажа что-то все-таки как ну вот мне нравится что она как-то вот так вот под наклоном под таким появляется какое-то стремление куда-то там вот тут например не очень красиво можно было бы зайти вот так все это дело в кропе спрят чтобы был аккуратнее если у вас когда-то вот такие вот штуковины будут торчать спрячьте без них будет сильно аккуратнее круче вот но мне наверное вот это изображение в данный момент пока больше нравится и чуть не вставляется что не вставляется взяли скопировали забрали и вот сюда вставили да ну-ка вот это посмотрим вот это да все-таки пока оставим так а там дальше будет видно но вот уже есть какое-то настроение устранится уже как-то что-то понятно а вот тут вот во втором экране пока что-то как-то супер непонятно что-то очень сложно и поэтому я предлагаю пойти просто сделать футер когда я чё-то где-то застопорился хотя бы на пару минут я уже понимаю что блин какой-то тупняк непонятно как чего я просто иду в другой конец и там что-нибудь делаю давайте делать футер нужно будет сразу забрать запчасти например вот эту линию и какую-нибудь вот такую детальку они нам пригодятся можно даже сразу несколько деталек забрать скопировать и где-нибудь вот здесь вот футере вставить тоже все это дело кстати они будут стоять наверное тоже тех же самых местах правильно правильно это можно даже обозвать например line line окей погнали так а что-то не во фрейме во фрейм в самый низ смотрим так хедер есть первый экран есть первый экран под хедером закида вам не видно правильно не видно значит я футер кину пока наверх чтобы вам было видно что этот гаражу а потом перекинем самый низ так забыл еще одну очень важную запчасть вот эта кнопка она будет с самого верха с первого экрана буруздить просторы этой страницы до самого футера а здесь где-нибудь футере она вот так вот круто припаркуется и замрет значит мы сделали копию да да копию сделали это же закинули футер все прикидываем как кнопка это будет стоять наверное как то так парка что вот это все надо приподнять что-то места не хватает тут наверное будет карта как первом экране на три колонки сделаем карту вот такую какой-нибудь красивое число пока 460 в 500 то конечно круче на 460 тоже ничего и карты я генерю обычно через плагин который называется map cycle мне очень нравится карта light и dark и удар в данном случае отлично зайдет где-то dark dark нам нужно вишневая как там вишню но я украина от смотрим что по масштабу надо больше меньше делать да по моему в самый раз оба на вставляем если вставили понимаем что масштаб не тот вот сюда нажимаем просто и сразу открывается можем перемасштабить взяли увеличили масштаб и она вот здесь вот все обновилась очень удобно вот например мне не нравится вот как только что в первом экране кроп или кусок который фрагмента торчал некрасивый здесь некрасиво нет например такое не нравится я раздражаюсь когда что-то где-то на линии торчит поэтому просто возьму или уменьшу масштаб чтобы в самый раз ничего не торчит круто вот так и оставляем в первом экране забыли еще одну важную деталь забрать логотип конечно же забираем копируем идем вот сюда наверное это еще все выше поднимем и тут снизу поставим логотип так вот так вот да или нет нет у нас же тут будет линия да давайте линии дорисовать значит кликаю в линию чтобы следующим движением рисовалась точно такая линия если я не кликнул то возможно рисовалась бы что-то другое а мне что-то другое пока не надо поэтому поэтому и не надо что-то другое раз мне не надо что-то другое значит она мне не надо правильно логика умных людей это пододвигаем вот сюда смотрим да пойдет вот эту линию я скопирую вниз вот представляете если вот эти линии были в компонентах я бы их выбирала они бы вываливались из своих контейнеров намучился бы я намучился сто процентов наверное вот так вот сделаю или даже вот досюда они там у нас линия сверху значит вот досюда а здесь мы сделаем две части в одной мы напишем адрес да наверное все таки вот эта кнопка припаркуется куда-то вот сюда здесь будет адрес а тут телефон тут копирайт и вот такой классный нестандартный клевый футер как вставляем каким-нибудь вот таким под заголовковым стилем только надо по левому краю по левому краю там где кнопка раз два три 4 5 правильно опять же было 5 раз два три а тут чего так а что у нас там вообще сеткой сетка то 1 2 3 теперь сетку там и сдвинули это наверное сдвинули на пиксель так это окей тут мы пишем улица киевская дом 6 режим блондинки конечно же выключаем чтобы ничего не орала вот так и нужно написать адрес расшифровать все это дело о классно так какой у нас подступ например 20 пикселей нормально стопроцентный зум не отчета отвалилась уже знать сразу три четыре пять шесть это у нас будет адрес адрес это у нас будет конда и заказчик еще просил поставить мессенджера вот единственные иконки которые будут это все-таки мессенджера а может не надо мессенджера может вот так написать вайбер верни это все-таки тот случай когда сам придумал правило на сам по нему делаешь исключение телеграм все-таки сюда приходит скорее всего не особо айтишники вот такой вот формат он наверное не очень будет все-таки да наверное вот исключение исправил забираю здесь три мессенджера и вставляю вот сюда вот да вместо вот этого все-таки взгляд будет привлекать классно так там что-то авто я вот какой-то вылез где там авто я вот ты нам не нужен авто я вот вот так вот это будет он так давайте смотреть кнопка у нас например приехала на половину это где-то вот так вот это например какой-то там отступ будет 50 пикселей значит вот здесь вот тоже 50 раз два три в 10 обратно и значит вот это раз два три 4 5 на 5 поднимаем и картинка наша будет 450 тоже красивое классное число все значит вот это группируем это у нас будет например вот так вот info info осталось только точки раскинуть это мы копируем тянем на пересечении кстати вот видите косяк вылез это нам надо вот сюда так и инфа собственно раз такие дела раз инфа у нас вылазит отправляем на задний план потом найдем его там на дне это сюда и тоже что-то видите не срослось вот там вот у нас были какие-то точки они нам вот это точно не надо вот это надо нам . или нет выделяем ставим оборочу то я не туда поставил значит вот это надо загруппировать чтобы это было метки вот когда есть контейнер внутри которого есть элемент мы вставляем и тогда у нас элемент вставляется не где-то там далеко не пойми где out именно здесь где мы выбрали для этого нужен контейнер и мы должны выбрать элемент который лежит внутри этого контейнера да как-то без этих точек как-то пустовато а может и нормально кстати можете нормально вот эти точки это как буллеты получается у нас как бы список отсюда сюда 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 а это по большому счету нам и не надо или пусть будет или не везде а хотя бы в четырех сторонах и вот почему не люблю всякие фреймы контейнеры все остальное значит вот это дублируем ставим вот сюда посмотрим оставим не оставим можете оставим может и оставим значит это у нас будет мы все круто единственное чего не хватает в мэпе пина не хватает поэтому мы вот это забираем вставляем вот сюда нажимая у белого enter все что мне не нравится удаляю выбираю эллипс делаю такой черный эллипс какой-нибудь сюда без разницы какой и ставлю вот сюда вот пониже повыше нет вот вместе с этим в мапе я делаю пин теперь проваливаюсь и эллипс на задний план вот и вот этим группирую это будет икон икон и эллипс относительно икона группирую вот да ну там будет как-нибудь или как него ляжка ли подпрыгивать все будет здорово значит мапа готова мапа готова правильно инфа готова в класс осталось только копирайты сделать и футер готов так как у нас тут будет форма которая можно отправить свой номер телефона нужны политики нужно прописать политики и знаете что я вам расскажу я так тащусь а вот от этого и мне не надо видеть она сама печатает это прям песня если интересно спросите там в комментариях расскажу как чего это сделать просто не надо вот это постоянно печатать прям офигенно значит 10 скорее всего мы это сделаем 13 м потому что это супер неважная инфа как-нибудь вот такая и конечно это надо будет делать уже не белым и каким-нибудь серым не знаю там 71 например 71 о класс так и пишем копирайт вошел нас там по сетке и по сетке хорошо встанет значит вот это у нас будет даун вот выравниваем вот так все это дело теперь на ну-ка сколько у нас тут 110 например вот так 100 нормально будет 100 по моему нормально и теперь вот это мы можем пододвинуть например вот так и теперь весь этот блок и весь блок почему не в футере даун футериде и теперь весь этот блок мы ставим снизу вот или даже знаете что наверное я бы здесь можно было поставить вообще по центру вот как здесь по центру вот этой вертикали но я бы сделал раз два три 4 5 6 7 8 9 10 еще 100 пикселей чтобы увеличить вот этот вот акцент на том что у нас не по центру она стоит а снизу раз два три 4 5 вот так как бы у нас вот этот блок а где-то там снизу потом будет футер копирайт у футера и вот эти вот расстояние 50 50 50 50 50 она будет пересекаться вот с этим расстоянием в 50 ну собственно вот нестандартные не шаблонный классно вписавшийся футер готов огонь следующий блок над футером кстати футер то нам вот этот дальний нам уже не нужен родственник значит удаляем включаем логотипы пуляем их наверх чтобы вам было видно у нас тут логотипы бренды с которыми работаем так и пишем добавляем немного магии монтажа и вам не надо смотреть на всю рутину как я копирую логотип вставляю его оборачиваю в контейнер рядом ставлю потом рисую линии копирую вот эти квадратики смотрите давайте лучше уже будем немного ускоряться потому что что-то сколько времени у вас отнимая вы же не хотите перематывать правда не хотите значит ставлю по сетке размер беру такой же как был там где-то сверху вот а это просто ставлю снизу и отступаю на какой-нибудь раз-два-три-четыре-пять раз-два-три-четыре-пять этот 100 раз-два-три-четыре-пять например 150 пикселей я себе придумал что расстояние между блоков будет в 150 пикселей вот так вот вверх я и буду все это дело выращивать а тут все супер просто я в контейнер кино логотип и везде сделал такие вот воздушный отступ и знаю что многие болеют вот этой истории когда ставят логотипы вот такие вот огромные или вообще как-то в край у логотипов всегда должен быть адекватный классный воздушный отступ вокруг себя тогда он смотрится классно стильно и интересно некоторые логотипы по-хорошему можно было бы сделать беленькими или немного взять например снизить контраст взяли контраст снизили вот стало чуть светлее есть мнение что надо делать логотипы какими-нибудь монохромными чтобы они вот такими все били серенькими классненькими вписывались в дизайн вот как карта например вся такая серенькая я считаю что логотипа нельзя портить у каждого логотипа есть своя цветная версия зачем делать логотипы хуже чем они были изначально никто не любит когда берут его фотографию и усы подрисовывать никто не любит поэтому я оставляю цветные логотипы вообще не вижу в этом ничего какого-то зазорного поэтому я к этому отношусь так есть такая классная кнопка чтобы выровнять все по верхней границе можно нажать alt w и тогда об все что было ниже улетела вверх и это я группирую обзываю 8 логос логос и отправляю вниз над футером дальше заказчика идет блок как мы работаем над которым стоит форма я же считаю их надо срочно менять местами а то получается мы сначала отправляем заявку а потом только узнаем а что вообще будет дальше надо наоборот сначала рассказать как оставить заявку а потом свину собственная форма вот тебе иди отправляй так как в первой колонке слева у нас будет ездить фиксированная липкая кнопка то чтобы она не наезжала на другие элементы и кнопки и текстовки мы все это дело конечно же сдвинем вправо и первый вариант форм у меня получился вот такой хочется сделать его какой-нибудь акцентной классной яркой синий но не весь вот этот вот прямоугольника а именно то место где нужно будет оставлять свой номер телефона потом я подумал что хорошенько было бы вот эти вот текстовки все-таки добавить форму потому что сейчас это выглядит вот так но хочется сохранить вот эти плюшки что бесплатный замер что бесплатный расчет это же все-таки мотивация оставить заявку все бесплатное налетай я сделал форму вот такого плана снизу под изображением расположил те самые плюшки которые должны привлекать внимание еще внимание будет привлекать одно выделенное слово потому что 4 белых слова это уже как-то перебор а вот три и одно цветное это вот самый раз чтобы время ваше не отнимать я вот в таком формате буду рассказывать как что появлялась потому что как я двигаю пиксели в данном конкретном проекте вы уже увидели поэтому в 25 раз смотреть как я рисую линию я считаю в этом нет ничего интересного поэтому раз два три 4 5 раз два три 4 5 раз два три 4 5 это 150 и конечно же все это должно быть внутри фрейма 149 вот ошибся на пиксель все это значит 7 ордер и ставим над логосом и теперь по идее можно делать следующий блок но я почему-то решил что снизу я уже наработался пойдем верхушку спасать что я тут только не пробовал сначала что-то вот такое потом подумал что надо все это дело как-то вот так вот разлинеет тут поставить заголовки например тут вот какие-то там описание и по наведению показывать картинку собственно как практически в любом тильда дизайне у нас есть какой-то список вот этот табличный который как-то там повторяется а по наведению справа или где-то слева или еще появляется картинка мне такой формат сразу же не зашел я немного попробовал и и сразу все это дело удалил с глаз долой потому что ну это везде в тильда дизайнах так везде надо что-то другое такой формат мне тоже как-то не очень нравится я у даже видите даже до конца не доделал потому что много текста тут же будет пять услуг а потом возможно появится шестая седьмая ведь всегда нужно думать о том как заказчику расширяться и будет очень много скучного текста текста а текста не любит читать это все выглядит фу-фу-фу нужны картинки нужно все это как-то укомплектовать тут же еще и кнопка должна иди читай вот это иди читай сюда вот тебе ссылка а и вот этого текста может быть побольше все как-то сдвинется в общем нужно было что-то делать совершенно другое сделал что-то вот такое потом подумал что было бы наверное неплохо как-то это дело вообще раскидать по-разному чтобы например где-то текстовка была здесь картинка здесь потом еще как-то раскидать у нас же по большому счету лендинг и мы можем тут городить всякое разное но вот это вот услуги они получаются не особо то равнозначные равносильные будут потому что выглядит по-разному где-то изображение будет больше значит услуга важнее или там дороже или элитные или еще что-то где-то поменьше это значит что может мы делаем вообще бесплатно какая-то такая невзрачная может мы делаем плохо поэтому эти услуги конечно же надо было оформлять как-то одинаковые вот такой формат мне тоже как-то сразу же не прижился я начал здесь собирать слайдер чтобы у нас услуги были кликабельные нажали появилась какая-то картинка какое-то описание какая-то ссылка которая будет вести на страницу подробнее чтобы было понятно есть где-то там продолжение иди кликай нажимай смотри читай подбирал сюда разное изображение можно посмотреть вот оно тут все хранится вот такое какое-то такое вот это мне принципе нравится как сочетается с первым экраном вот это белое на черном смотрится стильно особенно учитывая что у нас большие классные белые заголовки вот это сюда подходит конечно надо будет откропать или развернуть отзеркалить чтобы кнопка которая будет ездить не наезжала вот так вот по-моему круто когда она будет наезжать снизу два ничего ну нет наверное все таки надо будет отправить на задний план а из-за кнопка чтобы всегда была сверху так вот чтобы здесь не было никаких вот таких вот важных акцентов на изображение чтобы все было или по центру или сдвинута немного правее вот такое тоже и вот это изображение мне понравилось тем что здесь небольшой предмет и он не спорить с первым экраном например вот этот он очень сильно перетягивать на себя одеяло и первый экран просто теряется на нем такая бандурина забирает все внимание а вот это в этом плане конечно намного круче но тут вот эти вот линии пришлось бы сразу выпиливать то есть надо было вырезать обтравливать и ставить какой-то другой фон потому что у нас ты так линии есть вот эти линии вот с этими они во первых конфликтуют во вторых они конфликтуют и в третьих они конфликтуют поэтому вот это изображение тоже как-то не пережила такое что-то попробовал ведь у нас тут разные услуги есть в итоге остановился на том что вот это изображение мне нравится больше всего классная цветовая гамма нужно просто не такое массивное изображение и вот пожалуйста то же самое только в единственном экземпляре по моему огонь и кнопка тут хорошо поедет по этому изображению не наедет ни на что важное по моему супер пока остановился на таком варианте и пошел наполнять следующие блоки дизайном наряжать в дизайн и вот магия монтажа привезли новый текстовый блок а вам не нужно сидеть и смотреть как я все это дело печатаю просто расскажу почему я сделал именно так давайте поднимать вот это повыше и посмотрим здесь во первых изображения просто-напросто уничтожены в них нет никаких всплывающих каких-то штуковин ради которых надо было их затемнять их просто затемнили чтобы испортить наверное может была другая цель но получилось именно так конечно же за фотографиями надо следить ухаживать и лелеять чтобы они были классными на них хотелось смотреть когда мы взяли просто за ноги испачкали во что-то темное ну как то уже не презентабельно во вторых текстовки конечно же от края до края выглядит плохо читать неудобно мы ушли куда-то вот туда потом не можем найти начало строки пока летела наша голова в другую сторону мы уже забыли чем там писанина закончилась придется как-то возвращаться и восстанавливать цепочку событий это конечно же очень неудобно например даже здесь я даже вот сюда не растягивал я просто оставляю какой-то аккуратный абза текста чтобы его было было просто считать плюс это выглядит намного интереснее чем просто какой-то скучно оформленный вот такой вот текст это во первых во вторых зацените как клево здесь вот будет ездить вот эта вот липкая кнопка рядом с этими текстами по моему офигенно по моему круто и вот тут я вам хочу рассказать показать как иногда нужно включать режим копирайтера мне казалось что все круто три строки три строки 2 2 2 2 и вроде бы все симметрично все классно но я-то опростоволосился сюда вставил не тот текст оказалось что здесь во первых нужно предлог забрать с собой а во вторых тут то две строки и теперь как-то некрасивые тут вот это висячие слова теперь уже как-то подбешивает и в целом можно просто взять и выпилить что-нибудь например специалисты нашей компании взять и написать наши специалисты вот и все у нас везде будет наши специалисты и специалисты структурированную ну-ка давай-ка подтянем это же у нас мастер во и теперь у нас везде в две строки останется только все это дело опустить ниже на такое же расстояние как вот здесь и вот эту штуковину с собой взять и потянуть и вот стало вообще хорошо по две строки везде круто стало а дальше решил вставить какое-то панорамное фото потому что вот эти вот маленькие окошки у нас уже было вон три окна хочется что-то большое такое массивное классная панорамная и по теме конечно же у нас тема какая система безопасности такого человек когда начинает скролить эту страницу смотрит как девайсы 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 потом тоже какой-то девайс и потом он понимает ага у него на планшете на смартфоне можно за всеми этими девайсами будет наблюдать или из них наблюдать или за ними наблюдать в общем будет какая-то система контроля заголовки кстати я уже сделал крупнее поэтому возьмем и вот это вот все дело конечно же увеличим вот так вот будет покруче одинаковые отступы 110 не хватает нам чего не хватает 40 это раз два три 4 до заголовки я сделал покрупнее чтобы в глаза бросались заголовки у блоков сделал покрупнее вот такие вот классные заголовки тут тоже будет 48 и здесь будет 48 до заголовочки будут покрупнее и как вы понимаете осталось только вот этот блок как-то сюда пристроить вот этот как мы работаем тут у нас 6 пунктов но 6 пунктов в одну строку не помещаются а очень хотелось бы все это дело сделать в одну строку потому что у нас тут сюда приедет кнопка вот эта кнопка и она во время скролла остановится и круто было бы если бы вот это оставить заявку это был бы первый пункт 1 2 3 4 оставляя заявку вот этот по сетке так классно станет это сюда это сюда вот и было бы круто а тут у нас 6 пунктов и это еще один пример того как клёво было бы взять и включить режим копирайтера смотрите что я сделал я нарисовал линию ведь линии уже давненько не было все это дело надо как-то поддерживать все это собирать ведь у нас какие-то коммуникации между этими блоками и по этой линии хорошо становится 4 шага 6 сюда уже конечно же не влазит переписываем у нас тут написано получение заказа но заказ мы получаем в самом конце то есть тут уже какой-то факап в общем тут нам на самом начале надо написать оставляете заявку и наш специалист приезжает бесплатная вот эти две штуковины взял и объединил в одну штуку оставляйте заявку и наш специалист приезжает 3 4 я тоже объединил в одно подбираем оборудование рассчитаем пам парам парам пам пам подписываем договор монтируем и настраиваем тут написано монтаж и настройка но ведь смотрите у нас оставляете заявку подбираем подписываем значит и здесь должно быть не монтаж а монтируем чтобы все было в едином стиле кнопка приехал, я тут вот понимаю, что эта кнопка слишком близко к тексту, поэтому я чего делаю? Иду в мастер, и делаю эту кнопку меньше, по центру и возвращаемся обратно. Возвращаемся к инстансу. Вот, появляется воздух, и вот теперь вообще совершенно иначе все это дело воспринимается. И кнопка не такая огромная, и на текст не наезжает. Вот так вот иногда в дизайне на размер какого-то элемента влияют совершенно другие элементы из совершенно других блоков. Какого размера сделать кнопку, непонятно. А вот тут вот стало понятно, что нужен какой-то отступ между контентом и этой кнопкой. Вот мы ее взяли и сделали поменьше. Ну, собственно, и все. Теперь снизу надо просто все это дело поднять. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Все, и теперь нажимаем Ctrl-Shift, вываливаемся вверх, пододвигаем с зажатым Ctrl-ом, все, страничка уже вроде бы готова. Да, более-менее все сложилось. Нужно разобраться с этим изображением, и нужно навести порядок вот здесь, потому что мне пока не нравится вот эта ссылка какая-то, слишком дохленькая какая-то, не очень такая. Сейчас разберемся. Изображение я подтюнил, было вот так, стало вот так. Во-первых, место для кнопки больше освободил. Иди сюда, дорогая наша. Давай, давай, давай. Вот, кнопка будет ездить, а вообще никому не мешает. Прекрасная, классная кнопка. И поменял изображение на самой фотографии, чтобы оно было более какое-то домашнее, потому что тут какой-то подъезд, что-то такое холодное, ой, вообще. А тут вот сразу тепло, хорошо на душе, когда все под контролем. И вот в этом блоке тоже изображение поменял, потому что оно белое-черное стильное, но оно не подходит по теме. Тут бесплатная консультация и выезд специалиста. Должно быть что-то вот такое, опять же, стремящееся туда, куда-то вверх. Класс. И потом еще всякого разного я тут наменял. Во-первых, я поменял местами блоки. Текстовку какую-то, наша цель повысить безопасность и комфорт, я поставил повыше, чтобы изображение все-таки немного раздвинуть друг от друга. Сейчас они налазят и мешают, просто-напросто спорят. Они тут друг другу мешают. А теперь вот в самый раз. Во-первых, фотографию поставил какую-то более такую стильную, белое-черное. Идеально сюда вписывается, чтобы никакой цвет не забирал на себя много внимания, ведь тут самая главная кнопка, чтобы она была таким самым главным элементом здесь. Тем более она потом зависнет и поедет вот туда-вниз. Так вот, смотрите, когда тут ставим две фотографии, они просто-напросто мешают. Вообще непонятно, что, как тут все развалилось. Как только вот эти вот блоки поменял местами, сразу стало хорошо. Смотрим, телекоммуникации, системы безопасности. Сразу наша цель повысить безопасность и комфорт. Потом мы предлагаем вот к этому блоку сюда я добавил заголовок, чтобы сразу было понятно. Это наши услуги. Мы предлагаем, а не просто какие-то красивые картинки, которые можно как-то тут листать. Это теперь стало полноценным блоком. И опять же, зацените, как клево тут кнопка приезжает. Приехала, оставьте заявку на охранную сигнализацию, на монтаж, на все остальное. И чтобы вот эта кнопка не спорила, конечно же, вторую такую надо сделать. Какой? Правильно, контурный. А еще зацените, как клево получилось. Я вот эту вот стрелку взял вот с этой формы. Скопировал ее, вставил. Если мы где-то что-то уже делали, не надо делать сначала. Возьмем и скопируем, чтобы получился точно такой элемент. Такого же размера, стиля и верстальчик будет доволен, и визуально будет эффект повтора. Так вот, я сюда хотел сначала вставить большую круглую кнопку, а потом подумал, наверное, я вставлю вот эту вот. И когда я вставил вот эту, сначала было вот так. А потом, когда я вставил вот эту, я случайно не удалил вот эту. И в итоге мне так понравилось, как эти две кнопки встали вместе, что я решил, что это то, что надо. Пусть будут в две вместе. Почему? Или такая, или такая. Давайте возьмем и совместим. Это же круто. Вот это пересекается с этой, вот это точно такая, как ниже. Все стыкуется. Классно. Вот. И смотрите, тут вот как-то вообще не пойми, что нажали сюда, посмотрели, надо идти сюда, смотреть, потом переводить взгляд. Как-то не очень. А тут вот слева направо все очень удобно. Выбрали, посмотрели, сразу почитали. Кнопку нажали, выбрали, почитали. F-паттерн. Сверху, вниз, слева направо. Слева направо. Вот этот формат мне намного больше нравится. Я к нему не сразу пришел. Но вот это я и пока еще заказчик не отправлял, потому что мне самому не нравится. То есть мне когда-то вот для какого-то там финального промежуточного результата, мне это в принципе подходило, чтобы идти где-то там дальше что-то городить. Но потом я, конечно же, сюда вернулся и сделал уже как надо. Сюда к этим плюшкам добавил заголовок, нам доверяют. Чтобы сразу было понятно преимущество. Собственно, вот этот макет я и отправил заказчику. Может быть там чуть-чуть где-нибудь что-то подвинул, но кардинально уже ничего не менял. Фотографии эти блоки в этом порядке, по-моему, я ничего больше не менял. Если хотите посмотреть, как я разрабатывал для этого проекта 404, то снизу в описании будет ссылка. Если хотите, чтобы я вам показал анимацию этого кейса, там это все рядышком стоит. Вот анимация этого кейса и собственно 404. И получается, что в среду выйдет стрим, а вот этот ролик, который вы сейчас смотрите, он будет через один. То есть будет стрим, а потом этот ролик. Так вот, если хотите посмотреть как вживую получился этот сайт, можете посмотреть. По-моему, вообще офигенно, шикардосно получилось. А вот видите, троим не понравилось. Или просто они завидуют, или не понравилось. Напишите в комментариях, хотите, по этому проекту я вам покажу на его примере, как делать адаптивы. Не просто какую-то вот эту 320 версию, а все промежуточные, ведь там много всякого разного перестроения есть. Почему-то многие делают просто 320 и привет. По-моему, надо делать все. Если вам интересно, то дайте знать в комментариях. И вообще, напишите в комментариях, как вам этот формат. Это уже получается какой-то новый формат, нового формата. Рубрики, как я это делал на фрилансе. Раньше я показывал просто какие-то промежуточные, потом я еще что-то там делал, а сейчас я и кнопки нажимаю, показываю как что, и пиксели там двигаю, и все-все-все и объясняю. Так что дайте знать, как вам этот ролик. И подписывайтесь, конечно же, на мой инстаграм. Ссылка тоже есть внизу в описании. Если было полезно, то поддержите, вам не жалко, а мне приятно. Игорь общаться в комментариях, я же на каждой из них отвечаю. Скоро увидимся, услышимся. Пока. Спасибо всем, кто оставляет комментарии. Прям для всех, кто пишет комментарии, отдельные обнимашки. Спасибо. Ко мне обратился заказчик вот с этим сайтом, хочет для него сделать редизайн, немного осовременить, освежить. А почему немного? Нормально он хочет осовременить. Нормально-нормально. Чуть немного. Классная же идея, ну-ка поддержите. И делайте так, чуху-чуху-чуху. А не просто вот эта небольшая предоплата, из-за которой он будет грустить. А я это уже говорил. Блин. А дальше ра... Блин. Блиииииин. Капкой текстом есть вот, чтобы вообще прикр... Как круто. Вот.